МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Гомельшине подведены выники областного огляда к конкурсу доброго парадки и наведения парадки на земли. По информации областной землеупорядковальной службы, ситуация на Гомичине постоянно поляпшается. Только в этом году в вынику реализованных мероприемствах у севооборот утягнуто около 10 тысяч гектаров сельхосугодил. И еще около 2 тысяч передадено в лесный фонд. Значная работа проведена и в городах. После подведения выника работы по доброупорядкованию, переможцам огляду конкурсу признаны Жлобинский район. Другое место отримал Мазырский район. Третье – их суседи с Калинковицкого. Сярод района областного центра лепшим признаны центральны. Мясцовые улады допомогут жихарам региона знайсти отказы на хвалюючее пытанне. У субботу протягнуть работу промыя телефонная линия. 24-го снежня з вороты грамадян выслухает наместник старшини Аблвыконкама Олег Михайлович Пачынак. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчане могут звернуться до наместника старшини Гарвыконкама Сергея Авгеновича Андреева. Звонки он будет принимать по номеру 75 63 33. Час работы промых линий с 9 ранницы и до полдня. У этой хвилины у Гомеля завершается областный этап конкурсу «100 идей для Беларуси». Селета у 10 номинациях представлены 30 проектов, что омаль у три разы больше, чем у минулым годя. Цекавость данных, которых идей потенциальные инвесторы проявили подчас наемства с выставой проектов, еще до их обороны. Сярод пропонул инновации у сферы регенеративной медицины, проекты по энергосбережении и IT-технологии. Самым же популярным накерунком у молоди по раннейшему застаётся социальная работа. Экспертная комиссия, в первую чергу оценивая новизну идей, экономичное обгрунтование и махшимость реализации у массовой вытворшести. Вероморцы областного этапа отрымают каштовные подарунки и путевку у финал, який отбудется у Минска. В этом году по итогам конкурса мы хотим выпустить инновационный справочник, цель которого будет, мы его распространим в дальнейших среди потенциальных инвесторов, которых бы могли привлечь эти проекты по реализации. А кроме того, в рамках областного этапа конкурса отбылся открытый диалог на тему молодь и инновации. Студенты, молодые навыковцы, представники бизнеса сяродзя и органы улады проанализовали шляхи развития молодёжного партпрымальництва и инноваций. До инших тем, подразделения, которые заступают на службу по охове громадского аппарата, приняли удел у показальным инструктажей на раду милиции Гомельского гарнизона. Завычайно, такие мероприемства проводятся раз в квартал. Разом с керавництвом областного управления внутренних справ, готовность людей в форме оценили и наши корреспонденты. У гэтый день пляс военной части 55-25 оказался особливо запотребованным. И аше до початку гарнизонного развода. Репетиция до юбилея беларуской милиции. Чатьвёртого саковика проставники Гомельщины выступят на святкованне у Минску. И аше праздники часа на плясу сбираются проставники усіх подразделениях, которые заступают на службу по охове громадского аппарата. Основным предметом преступного посягательства являются велосипеды граждан, оставленные без присмотра в общественных местах. Также остаются проблемы и факты хищения из автомашин. Магнитолы, регистраторы, аккумуляторы, электроинструменты. В связи с этим необходимо во время несения службы консервировать внимание на проверку лиц, передвигающихся на велосипедах по улицам города, выяснять законность их приобретения. Работникам ГАИ при проверке автотранспорта, особенно в ночное время, обращать внимание на перевозимое имущество. Инструктажи перед выходом на службу у подразделениях проводятся что день. Гарнизонные разводы больше редкие. Их периодичность один раз у квартал. Унутренные войски, патрульно-постовая служба, держаута инспекция, отрад милиции особого призначения. Заразьяны на одном пляцу. Проверка службовых посвечений и книжек, раций и спецсродков, формы одзения, веданья нормативных документов, плюс показальные выступления. Оборона от погрозы пистолетом, уход с линии огню, выбивание сброи и затрымание противника. Подрихтованному супрацовнику на это необходимо несколько секунд. На справе это практикование применяется нечасто, но готовым нужно быть зауседы. Редко случаются такие ситуации, когда нам приходится пользоваться данным приемом. Но у нас есть и много других приемов, которыми мы пользуемся в своей служебной деятельности. И сотрудники ОМОНа всегда держат на уровне и готовы воспользоваться любым из этих приемов. Гарнизонный развод на раду милиции Гомельского гарнизона завершается урашистым проходжением и нагадыванием командира полка патрульно-постовой службы. Ваша главная задача – профилактика правопорушений и затрымание особ, которые здесь сняют злочинства, при обовязковом, строгом заховании действительного законодательства. Сотрудниками уголовного розыска был проведен дополнительный инструктаж по работе определенным моментам по выполнению задач при несении службы. В целом, сегодня показали, что наши наряды органов внутренних дел готовы к несению службы и выполнению задач по охране общественного порядка. Олег Шинцюров, Ольга Кнавалова, Валерия Гапанько, телерадо «Кампания Гомель». Сегодня у Гомельской области начали працавать ёлочные базары. Новогодние древы продаются на 120 стационарных пляцовках у областных, районных центрах и малых городах. Покупников на их будут обслуговывать до 31-го снежной, 10-й гадзин ранецы до 7-й вечера. Цены начинаются от 8 рублей и залежать от вышины древ. Метровую пригожуню можно набыть за 10 рублей, двухметровую – за 13. Самый великий кошт у ёлок в катках – 22,5 рублей. Бюджетный вариант – ёлочные або сосновые букеты. Каштует такое пригоживание крыху больше, как 2 рублей. Усяголе с газы Гомельской области до новогодних святов нарыхтовали больше, как 10,5 тысяч живых ёлок и соснов. Супрацовник телерадиокомпании Гомель телерадио-вядучший – аутар вершов и песен. У Гомельской центральной городской библиотецы Мягерцена отбылась творчая сустрэша с нашим коллегом Сергеем Краснобородом. Удельники мероприемства змогли доведаться про его профессийный и творчый шлях. Подробязности у наступной материале. Добра знаёма у сімна Гомельщине телерадио-вядучший Сергей Краснобород особо яркая и неординарная. У его творчым арсенале незлечённая колька стековых передач дипломы престижных конкурсов аутарской песни и персональные поэтичные сборники. Его проекты можно почуть на областном радио и убачить у эфиры телеканала «Беларусь-4 Гомель». С поэтичной творчастю Сергея Красноборода можно познайомиться и у интернеті. Когда я начинал делать эти книги, исходило из того, что каждую книгу надо сделать так, чтобы её нельзя было повторить. Она сама по себе произведение искусства. То есть одна книга, её можно раскрыть, там пять глав, но раскрыть можно пятую главу можно раскрыть только тогда, когда ты откроешь все предыдущие четыре главы. Они по-другому не открываются, книга. Другая книга, там оформляли мои дети. То есть каждые всего 10 экземпляров книги я детям давал, они на каждой книге рисовали оригинальные рисунки. То есть это неповторяемые. Сейчас, слава богу, интернет позволяет их выпускать. То есть я сам верстаю эти книги, выкладываю в интернет, и там уже достаточно порядка двух-четырех тысяч скачиваний по трём книгам, которые есть. Творчый вечер Сергея Красноборода у Гомельской центральной городской библиотецы имя Ерцена отрымался по особливому душевным. Тут собрались только самые близкие люди, верные сябры по творчым цеху и житим. И они выконывали музычные композиции на верши аутара и узгадывали наибольшие сторонки его литературной и журналистской деянности. Когда было проводное радио, такую его передачу, это его инициатива, это его проект, это старый альбом. Столько приходило на воду, особенно от людей, от слухачев, такого усталого, скажем, взрослого. И они не бы вертались в свою молодость, и он вельми удумливо подбирал и песни, писал сценарии. Вероника Ворошилина, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель». Не по сезону теплое надворье заховается у регионе на выходных. По информации областного гидрометцентра, у ночи в особенных районах пройдусь мокрый снег и дождь. У день будет безыстотных опадков. Температура по ветру у ночи понесится до нуля, минус 5. У день будет от минус 2 до плюс 3. У неделю 25-го снежня на большей части территории чакаются мокрый снег, дождь и слабый гололед. Слубки термометров покажут у ночи от минус 3 до плюс 2. У день до плюс 3 градусов. У початку наступного тыдня чакается неустойливое сырое и ветреное надворье. На этом выпуск завершенный. У студии працава уляксандра Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова